Итак, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать и безумно сложных геологических съем у микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и это великолепная игрушечка Фактория, Суматом Кроссорио 2 и Space Exploration. Есть такой нюанс небольшой, то что это вступление записывается после записи основного ролика, в связи с тем, что у меня во время записи этого вступления выключили свет, файл повредился, я этого на момент съемки не заметил, и, к сожалению, мне приходится его сейчас перезаписывать. Хорошо, что никаких основных данных не было потеряно, в основе своей я говорил лишь о тех нюансах, что я продолжал развитие космических энергетических пакетов, пытался наладить нормальное производство терможидкости, но, к сожалению, не все так гладко, как могло бы показаться на самом деле, и об этом вы узнаете в этом видеоролике. Ведь здесь мы продолжим космические исследования и займемся производством третьего вида космических колбочек. Приятного просмотра! Ну, вот так вот как-то выглядит примерная схема будущей постройки. Мне, если честно, как-то она более нравится, более структурированная получилась, даже если сравнивать это с вот этим безобразием. В частности, вот эти все радиотелескопы не до конца доразместились, но это ничего страшного. Кстати, вот они мне больше всего понравились, мне пришлось их впиховывать здесь вот в ограниченное достаточно пространство, несмотря на то, что я мог бы их куда-нибудь вывести в стороннее место. Вот такая вот инженерная задумка здесь у меня получилась, что вот так вот я вывел здесь космический конвейер с вот этими чистыми наблюдательными системами и, соответственно, разводки жидкости именно таким вот образом сделал, как вы можете сейчас наблюдать. По-моему, получилось, ну, более-менее красиво, по крайней мере, оригинально, мне такая схема, ну, плюс-минус нравится. Есть маленький нюанс, который я здесь наблюдаю. Размерю то, что тут очень большое количество идет теплой терможидкости, и больше всего идет ее от вот этих телескопов, и я вообще этого не мог предугадать. И больше всего эта терможидкость идет и забивает всю эту систему с большим давлением именно отсюда. Надо будет подумать, как можно будет решить эту проблему. На крайний случай, как вариант, можно будет действовать ее временно аккумулировать, и в случае чего отправлять ее сюда же поездами. Но это чуточку позже этот момент будет решаться. Сейчас моя основная задача, наконец-то, делать эту всю систему. Данные о темной материи, данные о отрицательном давлении, радиационные данные, и еще данные о наблюдении за гамма-лучами. Все эти четыре типа данных нужны для производства нового вида технологических исчерпывающих каталогов. И, по идее, все готово для того, чтобы их сейчас создавать. Но останется мне сделать здесь небольшую системку. В принципе, схема у нас уже отработанная, 7 штучек их требуется. Давайте это где-нибудь организуем. Исчерпывающие атрономические каталоги создаются здесь вот таким вот образом. Как только дроны доставят все необходимые компоненты для этого. Ну, в принципе, даже более-менее красиво схема получилась. Ну, хотя бы она меня устраивает, и уже, думаю, нормальный результат. И останется лишь мне вот это вот создание с двумя исследовательскими серверами. Для которых, как назло, потребуется не минус 273 градуса переохлажденная жидкость, а всего лишь холодная минус 100 градусов. Ведь именно здесь у меня не хватает, к сожалению, этой жидкости, как назло. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас мы эту проблему как-нибудь решим. Например, сделаем ту же самую схему примерно вот здесь вот. К сожалению, у меня закончился весь кислород, пока всеми этими я делами занимался. И мне сейчас в экстренном порядке придется возвращаться на наивис за пополнение запасов. Даже мне уже начало немножечко дамажить. Главное, что у меня здесь есть ракеты, на которые я могу в экстренном формате улететь. Как я вижу, по стали у нас слишком большие проблемы. Ее настолько много, что даже доставка ее сюда не справляется. Ее огромные запасы здесь, в принципе, копятся с теми же огромными запасами, как все сюда доставляется. В том числе все из-за серы. Хотя я мог бы саму серу сюда доставлять изначально, а не заниматься всеми этими крафтами. Но, как мне кажется, мини-производство должно быть здесь для того, чтобы не возникало никаких потом лишних вопросов. И так банально просто, на данный момент мне было проще автоматизировать это все. И не вижу в этом ничего криминального. Ну а насчет стали, как от нее избавляться, думаю, вместе со мной она будет отправляться при помощи грузовых ракетных шахт. Сделаю здесь какое-нибудь логическое условие и здесь как-то нибудь конвейерами приведу все в единое безобразие. Я, в принципе, достроил всю эту систему. Она должна исправно работать, но я столкнулся с неожиданной проблемой. Как я уже и говорил, терможидкости настолько много, что она отсюда банально не успевает отходить. И мощности труб даже не хватает. Настолько здесь огромное давление. Временно вариантом. Я могу, конечно, всю эту систему перекрывать. Здесь делать какой-нибудь вентиль. Но это такой небольшой костыль. И, как мне кажется, сейчас без этого костыля мне никак. Ну, а потом, конечно же, мне нужно будет заняться в обязательном формате избавлением этой терможидкости отсюда в промышленных масштабах. Как я погляжу, проблемы с переполнением трубопровода и с большим давлением в связи с тем, что, в принципе, резервуары с терможидкостью переполнились. Это произошло из-за логической ошибки. Из-за чего, в принципе, у нас в системе терможидкости достаточно гигантское количество. И пока, как временное решение, у меня не видится ничего, кроме как размещения здесь дополнительного резервуара, из которого можно уже потом делать какую-нибудь дополнительную разводочку. Беда настолько обширная с жидкостью, что холодной терможидкости не хватает, несмотря на все мои ухищрения. Попробую решить проблему размещением еще большего количества тепловых резервуаров. Надеюсь, таким образом у меня получится более эффективно охлаждать всю эту терможидкость. Вроде как, всех резервуаров у меня вполне хватает. Ну а трубы остальные доделаются, ничего страшного. А вот и первые исследовательские пакеты подошли. Эта схема, по-моему, оказалась гораздо проще, нежели делал я все остальное. Но, как мне кажется, то дело не в схеме. О том, что подготовка была проведена более глобальная. У меня уже на орбите много что есть, и, несомненно, у меня есть более качественный опыт, которым я здесь пользуюсь. И таким образом, по чуть-чуть, по чуть-чуть, все эти исследовательские пакеты я создаю. Они, на мой взгляд, не самые полезные, но благодаря им я могу много что производить. Например, вот эти бериллиевые перегородки я начну сейчас производить вместе с вами, которые приведут к созданию космических кораблей. А это уже ионные двигатели, даже на нашем сейчас этапе. А вот тут я беру свои слова назад. Эти исследовательские пакеты не так бесполезны, как я думал. Ведь они нам позволят создавать, как ни странно, вот эти космические корабли. И тут я вижу, большинство элементов есть, даже ракеты и какие-то космические двигатели. Ионы космические двигатели. Это очень-очень интересно и, думаю, пригодится. Ну и, естественно, астрономические исследовательские каталоги также нам предстоит еще открыть. Но это чуточку пользы же. Ну а каталоги будут открываться вместе с астрономическими исследовательскими пакетами четвертого уровня. Если так посмотреть, то четвертый уровень делается не так-то уж и страшно. Все это вроде как готово. Только по-любому есть какие-то подводные камни, о которых я пока что не знаю. Вот тот элемент, о котором я не знаю, и как его создавать, я пока что тоже не знаю. Данные о зонде пояса астероидов. Кто это и чем его едят, очень интересный момент. Ведь он никак не создается. Судя по названию, это просто нужно какой-то зонд на каком-то поясе астероидов использовать. И как именно это будет выглядеть, нам предстоит еще в обязательном порядке узнать. Ну я считаю, это как минимум успех. Я думаю, в следующей части мы отойдем от астрономических исследовательских пакетов. По аналогии с энергетическими пакетами. Я не думаю, что стоит сейчас этим заниматься без полное видение картины. Нам предстоит еще биологические исследовательские пакеты изучать. И вместе с ними откроется куча-куча всего нового и интересного контента. Так же, как и с рыжими картами памяти. Постепенно будем с вами переходить на две оставшиеся карт памяти. Я надеюсь, в каждой серии это будет быстрее и очень много интересного еще перед нами будет открываться. Ну а пока, на такой прекрасной ноте мы будем с вами потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся!